Первая смена Всероссийского детского спортивно-оздоровительного центра объявляется открытой. 125 хоккеистов, 55 фигуристов и 20 юных мастеров шорт-трека. Эти ребята вошли в состав первой смены. Юным спортсменам из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Свердловской области и Краснодарского края выпала честь открыть единственный Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. Двум лучшим спортсменам, фигуристке и хоккеисту был передан факел эстафеты Олимпийского огня. Символ игр, полученный от чемпиона Алексея Воеводы, будет храниться в музее спортивного центра и станет талисманом для миллионов детей. В стране около 4,5 тысяч детских спортивных школ, около 2 тысяч по зимним видам спорта. И на объектах Сочинской олимпиады мы создали центр круглогодичный. Не в летний период мы будем проводить здесь занятия, здесь будут возможности получать, не прерывать свои образования. Если ребенок приедет, он будет продолжать здесь получать образование в школе образовательной. Потому что, по сути дела, это наш с вами «Ароленок» или «Артек» для детских, юношеских спортивных школ страны. И, конечно, я очень рад, потому что это некий еще один кирпичик в основу российского спорта. Первые 200 человек приехали на курорт 1 июля и разместились в четырехзвездочном отеле «Азимут». Министр спорта Виталий Мутко накануне проверил, как живут ребята, и пообщался с фигуристами. Ну все нормально у вас, короче, да? Питание, организация. Нравится вам? Да. Купаться разрешаете? Нет еще? Ну хоть раз ходили на море? Нет. Вы не только должны тренироваться. Отдых и оздоровление – тоже основные составляющие, отметил Виталий Мутко. Министр спорта пожелал ребятам приятно провести время и отметил, что они – спортивное будущее страны. В течение двух недель будущие чемпионы находятся под руководством опытных тренеров и оттачивают свое мастерство не только на льду, но и на спортивных площадках. Предоставленными условиями довольны все участники первой смены. Все очень хорошее, гостиницы шикарные, нас так приняли. По-моему, сборная команда так не тренируется, в каких условиях мы живем. Там питание шикарное, бассейн, силовые залы, лед – все в том количестве, что тренер рекомендует для тренировок. Все предоставляется, все без проблем, все очень здорово. Оставленная курорту после Олимпиады ледовая арена «Шайба» теперь круглый год будет принимать лучших воспитанников спортивных школ со всех регионов. Каждая смена продолжительностью 21 день. Помимо тренировок, ребята смогут пообщаться с именитыми спортсменами, а известные тренеры страны проведут в мастер-классы. Это большое счастье, что у нас в городе Сочи еще и появился Всероссийский детский оздоровительный центр. Ну, прежде всего, конечно, здесь будут заниматься дети со всей России. Ну и наши детки тоже будут знакомиться, будут радоваться, друг с другом общаться. В качестве постолимпийского наследия оставлены все олимпийские объекты. Некоторые служат культурной части, там будут проходить форумы и различные выставки, а другие – спортивные. В 2018-м ФИШТ примет чемпионат мира по футболу, а уже в сентябре на базе конькобежного центра будет открыта теннисная академия.